Сегодня воспитанники Центра внешкольной работы дошивали фрагменты большого полотна, каждый из лоскутов в ткани размером 30 на 30 сантиметров. Имена героев, их воинские формирования и места работы тружеников тыла во время войны, а также номера школ и классов, проводивших встречу с ветеранами, зафиксированы маркером, краской или корректором белого цвета. Таким образом, школьникам удалось собрать полотно размером порядка 25 метров в длину и 4,5 метров в ширину. Сегодня уже большая часть работы сделана. С 15 апреля мы начали сшивать полотно и к 9 мая полотно будет готов. Очень охотно приняли участие в этой акции, потому что это нужно и детям. Кстати, я думаю, в последнее время патриотизм детей растет. Полотно из более 1200 лоскутов пронесут 9 мая. Оно возглавит колонну во время шествия бессмертного полка от Зимнего театра до Парка Ривьера. Право нести этот символ всеобщего понимания ценности Великой Победы предоставилось воспитанникам военно-патриотического клуба «Патриоты России». Я был рад, что понесу Знамя Победы. Почувствовал гордость за себя, за них. К сожалению, из тех ветеранов, из тех людей, которые воевали из моих родных, никто не выжил. А в Заме Победы, что только живых, ну, вписывал. Живых участников Великой Отечественной войны сейчас в Сочи проживает 438 человек, больше 200 инвалидов, 100 жителей блокадного Ленинграда, около 3000 тружеников тыла и около 1000 вдов-ветеранов. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.